День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Выглядываем мы в окошечко, смотрим все время, волнуемся, как идет там строительство Рейл Балтика. Поскольку действительно меняет жизнь города, меняет саму структуру города. Все движется, все происходит. И о том, что нового вам, мы поговорим с председателем правления Эйропа Зелселя Линия, с Каспаром Вингрисом. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Каспар. Ну что, в Эстонии вопрос возник о продлинии сроков строительства Рейл Балтика. Насколько для Латвии актуальный этот вопрос? В Латвии, как вы уже упомянули, продолжаем работать. И работа происходит по плану. Как всем известно, идет строительство двух важнейших узлов Рейл Балтика. Центральном вокзале и в аэропорту Ригла. Да, и в этом году мы начинаем интенсивно работать с региональными самоуправлениями по развитию станции Рейл Балтика. Точнее, узлов мобильности. 6 октября мы объявили конкурс по разработке проектов узлов мобильности. Скажите, пожалуйста, в продолжение предыдущего вопроса, означает ли вот это смещение эстонских планов, что у нас тоже до 2030 года, на 2030, точнее, переносится пуск проекта? Мы уверены, что до 2026 года у нас будет уже секция, по которой можно будет ехать поезда. Ну, то есть свою местную внутреннюю латвийскую часть мы запустим в сроке? Или часть этой латвийской части обязательно запустим? Прекрасно. Вот, Каспор, вы упомянули узлы мобильности. То есть для наших слушателей, может быть, могли бы вы пояснить, что это такое, чем это отличается от станции, почему мы не называем это станцией, а узлом мобильности? Да, расположение железной дороги в Латвии изменит жизнь в 17 местах, где будут останавливаться поезда Рейл Балтика. И эти 17 мест, и есть эти региональные остановки, которые позволят создать новые узлы мобильности с интегрированным сервисом. Это интегрированные сервисы, есть это различие. Это будет не только место остановки, но и место, где будут доступны разные виды транспорта, не только поезд, а общественный автобус, парковка частных автомобилей и другие средства современной мобильности, например, электроскутеры. Узлы мобильности будут созданы как центры обслуживания людей в радиусе или в сети 40 километров от них. Ну, 40 километров достаточно такие масштабные планы. Замахнулись вы, однако. А как реализовывать будете? Это же такая сложная инфраструктура и такой достаточно большой радиус. Да, эту задачу мы будем делать на следующие два года вместе с региональными самоуправлениями. Будем предусмотреть все потребности по развитию и в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией обеспечать включение и интегрирование этих потребностей в общие планы развития регионального сообщения. Поэтому особенно важно сотрудничество во время проектирования, чтобы развитие окрестностей вокруг узлов мобильности появились новые услуги для жителей в долгосрочной перспективе. Общая цель – обеспечить развитие области в каждом узле мобильности. Касмур, то есть получается, если мы вас правильно понимаем, вот эти 17 узлов мобильности, 17 новых станций, то есть вот они должны появиться на нашей карте? Да. По сути, это будут 17 узлов или станций, расположенных рядом с региональными городами и поселками Латвии по маршруту Райл-Балтика. Чтобы выбрать для этих станций наиболее подходящее название, признанные местным жителям, которые будут там пользоваться, до конца октября приглашаем всех принять участие в опросе, где можно голосовать за название, подготовленное экспертами, или придумать и записать свое предложение. Сайт, я так понимаю, это сайт проекта edzl.lv, где этот опрос происходит, верно? Да, да, это уже происходит. До 31 октября этого года приглашаем всех жителей Латвии посетить наш сайт, где можно проголосовать за название станции Райл-Балтика или предложить свои варианты. Результат опроса обязательно будет учитываться при выборе финальных названий. Я вот прямо сейчас, во время нашей беседы... Уже предложил свое. Ну, я, по крайней мере, хочу найти, посмотреть, проверить. Ну, а как же, что не проверить? Факт-чекинг это называется. Да, станция Шунина, например, вот почему бы нет. А вот как все-таки узнать о возможности подробнее, если можно? Не только edzl.lv, но тоже пользователи Фейсбука и Инстаграма могут найти лозунг «Касаукситабраукси» с ссылкой на опрос. Можно отдать свой голос за один из вариантов, подготовленных экспертами, или предложить свое название. Мы верим, что такой масштабный проект не может быть реализован без участия всего общества. Поэтому приглашаем жителей и общества, окрестностей и самоуправлений участвовать в этом голосовании, чтобы помочь нам найти самое лучшее название. То есть, вот, например, скажем, в Саласпилсе будет у вас остановка, это узел мобильности или станция по-старому, и все, она больше не будет называться Саласпилс, меняются все названия? Потому что в Саласпилсе уже есть остановка, Саласпилсе уже по старой системе железной дороги. Поэтому на выбор предлагается уже следующее название. «Кейзерсилс» или «Саласпилс». «Сполэтэсс», да, да, да. Вот я как-то серьезно, я же параллельно сижу на сайте, не вру, так оно и есть. А как вот создавались эти предложенные названия? Каким образом кто их подбирал, придумывал? Это была очень сложная работа. Основные варианты названий станции были разработаны опытной командой экспертов с учетом исторических, географических и лингвистических аспектов. Для станций, которые будут находиться в пределах Риги, это была самая сложная задача, потому что Рига большая. Об общественной оценке предлагаются варианты названий, в котором включается историческое название ближайшего района или самого популярного по близости объекта. Например, станции надалеко от большого дорожного узла Славу можно назвать Дарст-Тиэмс Рига, поскольку Дарст-Тиэмс является ближайшим станцией и районом Риги, или Славу-Тилт Рига, поскольку Славу-Мост является ближайшим, хорошо известным объектом и ориентиром для пассажиров, местных жителей. Ну да, вот, например, Иммонта, пожалуйста, есть два варианта. Есть Иммонта, есть Анини-Мужа, а есть у всех этих узлов окошечко с названием ТАВС-Вариант, твой вариант, и можно предложить, и тоже, в общем-то, подать заявку на свое название. А вот возьму, действительно, Шунина сейчас напишу. Конечно, или Пекина, например. Или Болткомова. Да, Болткомова. А я так и сделаю, слушайте, давайте похулиганим. Пускай его вымыть, и я напишу Болткомова. А жители, действительно, насколько вы должны вовлекаться для того, чтобы предлагать новые названия? То есть, как вы считаете, насколько это хорошая практика? Я думаю, это очень хорошая практика. Не только юмор, но и факт, что жители, они чувствуют это место лучше, чем эксперты. Потому что для каждой станции эксперты уже предложили два названия. Но в опросе вы можете просмотреть, оценить и предложить свой вариант. И мы будем его учитывать. И мы с нетерпением ждем эти ответы в нашем сайте Эдзел, а также в социальных сетях. А как долго будет проходить это голосование, когда оно завершится, предполагается? До конца месяца вы можете предложить, и потом уже до конца октября. Еще две недели. Ну, это голосование до конца октября. А потом же еще вертыша на оценку. Сколько она будет длиться? Когда эти названия будут озвучены, уже отобраны? В течение этого года мы вам дадим знать результаты этого опроса. Что означает, что это далеко не последний раз, когда мы общаемся. Надо же дело довести до конца. Причем не только название станции, но и сами станции, и железную дорогу, и весь проект реализовать. А насколько эти станции вообще изменят жизнь людей, которые живут неподалеку? Ведь получается, что все-таки Рейл Балтика дает новые возможности мобильности. То есть то, что здесь появятся узлы мобильности, это как-то так увеличит, может быть, пропускную способность этих населенных пунктов, притягательность, возможность людей путешествовать. Да, мы очень верим, что это изменит жизнь этих окрестностей. Не только для жителей, которые там уже живут. У них будет намного удобнее возможности путешествовать и попасть на работу. И не только, например, из Балски в Ригу или из Саласгривы в Ригу, но и из Саласгривы в Эстонию или из Балски в Литву. И мы верим, что это тоже будет возможность туризма. Но то, что я упомянул, что будет очень большая работа с местными региональными управлениями, что это будет тоже не только в Риге стимул развития местных самоуправлений, но и в каждом регионе, где будут эти станции. Потому что мы вместе с управлением будем думать насчет сети дорог, как попасть к этим станциям или мобильным узлам. Будем думать, как развивать территорию вокруг станции, чтобы развивать, например, парковки машин, чтобы развивать парк-н-райд. И в парковке, мы уже учитываем, должны быть тоже и электрические подключения, чтобы зарядить батареи и так далее, и так далее. Это все будет вместе с самоуправлениями. А чтобы это все работало, это работа с дирекцией автотранспорта, чтобы не ехали параллельно автобусы и поезда в Ригу, например. Чтобы автобусы только обслуживали жителей вокруг этих узлов, в этой сети или в радиусе 40 километров, и потом уже ехали удобно поездом в Ригу или в Эстонию, или в Литву. Мы в наших эфирах не раз обсуждали тему развития транспорта в отдельно взятой столице. И много раз прозвучало, что как раз-таки рижские власти надеются на развитие вот этой системы парковок парк-н-райд, чтобы разгрузить город от автомобильного транспорта, чтобы добирались из окраинных городов как раз-таки по железной дороге. То есть эти все парк-н-райд, они тоже в том числе на Рейлбалсик, в общем-то, от вас зависят, да, их реализация? Да, или от нас и нашего сотрудничества с местными региональными самоуправлениями. Ну, например, станция в Яонмарупе было бы идеальное место для парк-н-райд с той стороны пригорода Риги. Там есть много места для развития, и эти парковки были бы не только для тех, которые хочут попасть в центры Риги, но и тех, которые хочут попасть в аэропорт и потом уже уезжать, потому что около аэропорта возможностей парковки, они не так уж масштабно много, но там в Яонмарупе есть возможности развития. Ну да, в Яонмарупе еще есть незастроенная земля. А насколько легкий на подъем, насколько складываются контакты, работа как раз-таки с руководством самоуправления, как маленьких, так и больших таких, как Рига? Да, мы уже проделали такой разговор на счет этих региональных станций, и мы видим, что там есть большой энтузиазм, потому что местные региональные самоуправления, они видят уже этот проект как что-то очень реальное и что-то, что помогает развивать эти регионы. Потому что раньше, когда мы начинали эту работу с регионами, скажем, 5-6-7 лет назад, мы только получали указания, чтобы железная дорога была подальше от центра, подальше от всего. Теперь мы уже получаем наоборот, поближе, побольше развития, и это нас радует, да. Кстати, вы знаете, а я же не соврал, я действительно проголосовал и внес вариант, ну, не стал заниматься дурью без всех этих болткомов, но в Саласгриве там было два варианта, Саласгрива и Саласа. Ну, как-то, думаю, фантазия так себе, прямо скажем, не сочтите за рекламу, я предложил вариант Брива с Вилнис. Ну, действительно, поддержать местного производителя, ну, почему нет, ну, завод же там расположен, я был на нем, видел это производство, как действительно все эти вот шпротинки нанизываются, как коптят, впечатлила эта работа. Я сразу вспомнил. Был тоже вариант Позитивус. А, Позитивус. Да, да, да. 7-8 лет назад был такой вариант, когда мы первый раз посетили Саласгриву, они хотели назвать Позитивус. Я уверен, что вы получите и такой вариант, разумеется, да. О, что-то мне в голову не пришло. Ну, так бывает. Да, а я сразу вспомнил, все-таки вот был же когда-то фильм «Безымянная звезда», и вот там как раз маленький населенный пункт, мимо которого проносятся поезда, не останавливаясь, и вот из-за этого очень жители переживают, что вся большая жизнь проходит мимо них. И вот когда однажды остановился этот поезд, и вдруг жизнь переменилась хотя бы одного жителя, я сразу подумал, что какой-то такой символичный момент, действительно, чтобы остановились они вот в этих населенных пунктах и придали какой-то новый импульс, новое какое-то движение вот этим пунктам. Так и произойдет, в отличие от одного скромного школьного учителя, главного героя, ну, да, можно сказать, что он главный герой этого произведения, проектор «Элбалтика» вдохнет в жизнь во многие местечки и даст толчок, наверное, ни одной судьбе. Благодарим нашего гостя. Да, спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо. Было интересно. Да, нам тоже, как обычно, Каспар Свингрис, председатель правления «Эропосц-Зельс» или «Лыниас», был с нами на связи. Очередной такой тур, очередная порция новостей о проекте «Рейлболс» и как все развивается. Ну, и основное время мы сегодня посвятили вот этому опросу. Каждый может повлиять на то, как будут называться 17 узлов мобильности «Рейлбалтика» проекта, расположенных по всей Латвии. Можно проголосовать за уже имеющиеся варианты, либо предложить свои голосования на интернет-странице проекта и в аккаунтах социальных сетей «Рейлбалтик» до 31 октября. Так что милости просим принимать участие в этом опросе. Еще раз, Каспар, благодарим. Хорошего дня. До свидания. И слушайте Радио Болтком.